Величайшей знаменитостью был Аль Капоне по прозвищу «Лицо со шрамом». К тому моменту, когда Капоне исполнилось 26 лет, он обманом и убийствами стал самым крупным боссом гангстеров в Америке. Аль Капоне был сыном итальянского иммигранта. У его матери было шесть сыновей и две дочери. Аль и мой отец Винченцо были родными братьями. Винченцо первым выбрался из эмигрантского гетто в Нью-Йорке. Он уехал на запад в 15 лет. Его брат Аль последовал за ним, но добрался лишь до Чикаго. Город страдал от жажды, и он решил облегчить его страдания. Реальность сухого закона. По ночам запрещенные напитки текли рекой. Законопослушные граждане становились нарушителями закона. Вышли в ресторан, где вам подавали спиртное в кофейных чашечках. Именно так скрывали факт продажи спиртного. Запретный бизнес процветал. Подпольные винокурни и контрабандисты извлекали огромную прибыль. На границах Соединенных Штатов, так называемые «Рамис», затаившись, ждали возможности переправить очередную партию спиртного в страну. Аль Капоне правил городом. Он защищал всех продавцов спиртного своей властью и снаряжением. Методы защиты выглядели более чем убедительно. Аль Капоне действовал в основном методом подкупа. Если подкупить не удавалось, он прибегал к запугиванию. Чикагские полицейские становились сообщниками. Об этом говорило то, что было снято скрытой камерой. От простых полицейских до шерифа все были у Аль Капоне на зарплате. Репортер Роберт Сент-Джон написал статью о происходящем. И вот что последовало. Меня схватили четыре человека из банды Капоне. Они избили меня до полусмерти. Несколько дней я провел в больнице. Я собирался выйти из больницы и пошел в кассу, чтобы оплатить счет. Мне сказали, что все уже оплачено этим утром. Он был человеком, похожим на итальянца, со шрамом на лице. Аль Капоне был крестным отцом с неограниченной властью. Брат самого знаменитого гангстера Америки, Винченцо, был полицейским. Он ревностно отстаивал закон. Он был честным человеком. Он занимался поиском складов спиртного. И он не раз их находил. Винченцо не поддерживал связь со своим братом, ставшим известным преступником. Пока Винченцо честно служил закону, получая скромные жалования, Аль Капоне, заправляя чикагским преступным миром, делал огромные деньги. Он получал в год 100 миллионов долларов. По нынешним меркам это гораздо больше. Миллиард долларов в год. Но Капоне этого было мало. Он хотел прибрать к рукам весь Чикаго. Но его конкуренты мешали ему это сделать. Капон решил устранить всех своих соперников. Ему удалось собрать их. А потом несколько людей Капоне открыли стрельбу по гангстерам, явившимся навстречу. Войдя туда, я увидел там столько мертвецов, сколько не видел за всю свою жизнь. Известие о гангстерской бойне привело в состояние шока всю Америку. Президент Герберт Гувер начал безжалостную борьбу с беззаконными. ФБР арестовало Аль Капоне. Величайший гангстер за всю историю попал на скамью подсудимых, но не за свои кровавые деяния. Ему можно было предъявить обвинение в предумышленном убийстве. Но суд, тем не менее, предпочел сделать из Аль Капоне неисправного налогоплательщика. Аль Капоне приговорили к 11 годам тюремного заключения. Его отправили в печально известную тюрьму на острове Аль Катрас. Он умер через 8 лет после своего освобождения из Аль Катраса. Аль Капоне был преступником, убийцей, никем иным. Он сам выбрал такую судьбу. Мой отец предпочел иную судьбу. Сухой закон сделал их совершенно разными людьми. В 1933 году запрету на спиртное в Америке был положен конец. Это был настоящий праздник. Не только в Чикаго, повсюду. Так Америка усвоила урок. Закон не в силах навязать воздержание от спиртного.